Фотостудия Contrabass объявляет набор на фотокурс «Портрет с нуля». На занятиях вы научитесь пользоваться всеми настройками фотоаппарата, узнаете правила композиции, освещения, научитесь работать с естественным и студийным светом, а также стильно обрабатывать фотографии. Курс состоит из 12 занятий по фотосъёмке и обработке фотографий, теории и много практических занятий в фотостудии и на улице. Начало занятий – вторая половина апреля. Подробная информация по ссылке в описании. В Слониме на проспекте Независимости начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, или, как его в народе называют, водный дворец. Производитель работ – Лицкая ПМК-169, та организация, что возводит рядом детский сад, рассказывает прораб Дмитрий Киринович. Сейчас у нас подготовительный период – это снятие плодородного слоя почвы, плюс вертикальная планировка. Подготовительный период составляет 2 месяца. Основной период – 16 месяцев. Сметная стоимость у нас 12,7 миллионов рублей. Строим своими силами. То есть Лицкая ПМК. Я думаю, задержек в строительстве и в сроках у нас не будет. Построим качественно. А вам приходилось в вашей организации строить такие объекты уже? Да, у нас в Новогрудке построен физкультурно-здоровительный комплекс. Достаточно большой. Проект Слонимского ФОКа, как утверждают специалисты, единственный в Беларуси. О его наполнении рассказывает начальник отдела спорта и туризма Слонимского райисполкома Валерий Сидорчик. Что планируется непосредственно на самом физкультурно-здоровительном комплексе? На первом этаже – это водо-термальная зона. Что она в себя будет включать? Планируется там основная чаша на три дорожки, плюс еще отдельно от трех дорожек там будет идти зона, где можно получить гидромассаж и другие процедуры, водные процедуры. Еще непосредственно в этой водо-термальной зоне будет еще три чаши. Это чаша джакузи, чаша для родителей с детьми, малыми детьми и чаша для обучения плаванию. Также планируется два элемента аквапарка – это винтовая горка и три прямые горки. Это вот на первом этаже, плюс еще первый этаж будет оснащен баром. На втором этаже планируется у нас два зала фитнеса и один зал силовых тренажеров, для того, чтобы для занятия именно бодибилдингом. И еще дополнительно в подвале у нас планируется кафе и сдача под аренду для интерактивных площадок. Вокруг самого непосредственно физкультурно-здоровительного комплекса у нас запланированы три спортивные площадки. Это одна для мини-футбола 40 на 20, для занятий баскетболом и для занятий теннисный корт. Это все вот то, что планируется вокруг непосредственно физкультурно-здоровительного комплекса. Это искусственное покрытие? Да, искусственное покрытие. Все площадки искусственного покрытия? Да, будет с искусственным покрытием, да. С надеждой будем смотреть на эту дату, и для того, чтобы этот значимый объект для нашего региона, он был открыт, я думаю, что он привлечет не только жителей нашего Слонимского района, но и близлежащих, которые нас окружают.